Здравствуйте! Вы смотрите программу «Открытый разговор». Сразу же хочу предупредить, что «Открытый разговор» выходит не в прямом эфире, как это обычно бывало, а в записи. Поэтому только я смогу задавать вопросы нашему нынешнему гостю, я бы сказала, герою, Юрию Шатунову. Да, на героя, конечно, я не похож, хотя почему нет? Юр, я рада приветствовать тебя в Томске. Давно мы тебя не видели. Вот сейчас мы немножечко, наверное, вспомним прошлое, потом поговорим о том, чем ты занимался все эти годы, когда тебя не было видно, слышно, ну и о будущем. Скажи, вот как-то немного не солидно для мужчины такого возраста, сколько, кстати, тебе лет? Мало. Мало, да. Но все равно Юра. Я не хочу сказать, что ты дорос до того, чтобы тебя называли по имени-отчеству, но все-таки Юрий, это ты уже как бы состоялся как Юрий. Не, ну это слишком пафосно. Тогда надо уже и продолжать. Так, Юрий Васильевич, тогда уже совсем круто. Не, лучше пусть будет Юра и все. Я вот сейчас пытаюсь... Это как-то проще и естественнее, наверное. Я сейчас пытаюсь вспомнить, нравился ли мне «Ласковый май». Так вот вспоминай. Ну, много лет прошло, а, наверное, нравился. Потому что все мы тогда рыдали над белыми розами, все мы тогда любили «Ласковый май». А вот тебе не кажется, что любовь тех поклонников, которые были раньше, она с годами состарилась и умерла? Ничего подобного. Она, наоборот, по-моему, даже окрепла. Она множится, что самое удивительное с каждым днем. Ну, я не знаю, с чем это связано, конечно. Для меня это неожиданность большая. А потом очень приятно, то, что так происходит сейчас. Люди хотят слышать добрые песни, это уже радует. Это уже радует. Поэтому, как бы, то, что сейчас действительно есть, это прежде всего заслуга людей. Я просто, наверное, сумел дать им то, в чем они нуждались. Ну, у нынешней молодежи сейчас масса новых кумиров появилась. Есть всякие рэперы бесконечные, Децилы, Эминем. Есть также и группы, которые жалобно поют о любви, «Руки вверх», например. А ты надеешься завоевать не прежних поклонников, которые у тебя остались, а новых к себе привлечь? Я понял. Но дело в том, что вы не были на моем концерте, да? Да пока еще нет. Соответственно, вы не можете судить, что происходит. Я могу сказать так, что на моем концерте зрительный возраст от восьми и выше до бесконечности. Все. Вот этим, наверное, я могу сказать самое основное. Мой зритель... Нету определенного зрителя. Да, мы, конечно же, рассчитывали, как и любой профессионал, который работает в сфере шоу-бизнеса, записывая альбом или пластинку, все равно делаешь какой-то ориентир на какую-то прослойку населения. Там возраст от двадцати до тридцати или от восемнадцати до двадцати пяти или так далее. Но то, что происходит сейчас, да, это шок. Как в регламентах. Это шок. Ну а чем тогда обусловлены годы молчания? Может быть, тем, что когда работал в Ласковом Мае, нарубил капусты достаточно для того, чтобы жить безбедно эти годы и ничего не делать. Ничего подобного. А с чем деньги закончились, опять вышел? Нет, ничего подобного. Дело не в деньгах. Потому что, да, денег было много, но что самое обидное, то, что все считают всегда прибыль, но никто не считает расходов. Я не люблю распространяться на одну из тем, так как я очень много сделал благотворительных акций. Мы построили полностью детский дом в городе Москве, где я учился. По тем деньгам нам обошлось это около семи миллионов рублей, когда зарплаты было сто рублей. То есть это говорит о том, что этих денег хватило бы действительно жить безбедно там на много-много лет. Но тогда их некуда было тратить и нечего было покупать. Поэтому мы помогали всем, кто нуждался, и никому не отказывали. Сейчас просто то, что я вижу, допустим, на предвыборных компаниях или еще какие-то акции проводятся, типа вот мы подарили детскому дому телевизор. Или кучу мягких игрушек. Это, конечно же, смешно. Потому что, я не знаю, так... Да, конечно, это помощь, но она абсолютно не имеет никакого резонанса. Поэтому то, что касается наших денег, они были, нам хватало на то, чтобы покушать, купить себе какие-то вещи и так далее. У нас не было машин супердорогих, и много их не было. Причем все машины брались в каких-то компаниях для того, чтобы переезжать из города в город или просто на обслуживание. Так что вот так. То, что касается денег, это, конечно, очень спорный вопрос. И я вернулся в шоу-бизнес не ради денег, поверьте. Чтобы напомнить о себе. И не напомнить о себе. А в первую очередь, потому что люди хотят меня видеть. Потому что мне не было жизни все эти 10 лет. Я ушел, я решил так, что я не хочу заниматься этим. Это, во-первых, тяжело, а потом никакой личной жизни, вся личная жизнь, это вот все, что происходит. То есть нет ничего. Я думаю, все, вот поработали, как бы, да, уже там возраст был 18 лет, думаю, все, на этом надо прекращать. Ну, какое-то время были деньги, да, конечно, там хватало, но жизни не было никакой. Телефонные звонки, двери поджигали практически каждый раз, обрывали телефон, я не знаю. Ну, все, что хотите. То есть, а что я могу сделать с этим всем? Их миллионы, а я один. Ну, в конечном итоге, вот, я решил все-таки отдать, наверное, то, чего не додал в то время. Пожертвовать очередными дверями, стенами. Это все, опять-таки, это все благодаря вам, благодаря зрителям, слушателям, любителям творчества моего и Сережи Кузнецова и так далее. Потому что мы, ровным счетом, не делаем чего-то специально для того, чтобы поиметь такой успех. Мы просто делаем работу. Вот есть песня, мы ее записали, спели, отдали там в рэк-компанию, которая выпустила пластинку. Но ведь никто не заставляет людей покупать эту пластинку и слушать ее сутками напролет. Потому что это выбор каждого человека, а сейчас в нашей стране демократия поревалирует над всем тем, что было когда-то. Так что, вот так и происходит. А что стало с остальными участниками Ласкова Мая? Я как-то увидела Андрея Разина по телевизору и сразу же забыла, каким он был раньше. Но уж точно он весил меньше 150 килограмм. Это да. Чудовищный измерительный человек, в отличие от тебя. Ну, я могу сказать по поводу Разина, что он ушел в сферу политики, в сферу руководящих постов. Ну, наверное, да. У него здорово получается быть каким-то таким влиятельным человеком, таким влиятельным администратором. Потом это ему близко. И у него получается здорово это. Ну, ради бога. А вот еще у вас был такой мальчик-блондинчик Костя Пахомов, насколько я помню. Я не знаю, это было... Не поддерживаешь ни с кем отношения? Я ни с кем не поддерживаю отношения, потому что все те, кто когда-то был в группе «Ласковый май», они разбежались кто-куда. Кто-то ушел в бизнес, кто-то в политику, кто-то еще куда-то, кто-то уехал к себе домой в деревню. Вот так. А я остался просто вот при музыке. Мне как бы нравится все это. Но массовые мероприятия, конечно, достаточно сложнее. Основательных поклонников всегда интересует, как рождаются песни артиста, кто пишет тексты, музыку. Это основательных. Сначала для таких поклонников... Но на самом деле они все знают, поверьте, они знают больше обо мне и о Сереже, чем мы сами о себе. Потому что у них работают такие сети, такие, значит, какие-то агентства целые, которые собирают информацию о нас. А то, что касается нашего творчества, мы не ищем ничего, о чем писать. Оно все окружает нас. Допустим, то, что касается меня, я пою о себе. Все мои песни, они автобиографичны. И я пою о том, что у меня было, что у меня есть. И все так грустно у тебя в жизни было. Ну, так оно и есть. Поэтому, наверное, это является одной из важных частей для слушателей, которые находят в этих песнях что-то для себя. Может быть, вот именно это и цепляет. Ну, так вот. Ну, а поклонников поверхностных часто интересует всякий бред наподобие того, что кушает артист, какого цвета белье предпочитает, какая картина у него над кроватью. Вот для таких поклонников мы тоже такие, бытовые подробности. Именно по пунктам. Что кушает, что любит, ест и туннов. Я кушаю все, что вкусно. Я не сижу на диете и не хочу этого делать. Потому что, да, я кушаю не всегда вовремя, как это хотелось бы. Потому что у нас работа такая... Да, это в принципе невозможно. Но каких-то предпочтительных блюд у меня нет абсолютно. Не привередлив? Нет. Я ем то, что действительно вкусно и то, что вот я на данный момент хочу. Там рыба, мясо, там курица или еще что-то. Жареная картошка, например, фри. Самое пустого. Или кока-кола. Ну, все что угодно. Так, а какие цвета греют тело? Цвета тоже никаких. Абсолютно ровно отношусь к одежде. Потому что у меня лично нет культа одежды, как это принято в таких центральных городах, как Москва. То есть там, если ты идешь в клуб, то ты должен выглядеть как минимум на тысяч пять долларов. Так вот, на взгляд. Нет, мне абсолютно все равно. Главное, чтобы это было тепло и удобно. И потом все это по сезону. Никакие стилисты тебе не советуют, что вот здесь вот, а вот здесь сережечку хорошо бы. Это ты сам к этому пришел. Я одеваюсь так, как нравится мне. И все. И сережечку ты... А сережечке ты уже лет так... Потому что тоже тебе нравится. Пятнадцать, наверное. Просто в один прекрасный день рождения решили пробить и пробить. Ну, она вот и висит, и висит. Уже сколько лет она висит. И совсем не мешает. Вот. А то, что касается... Чего там? То, что висит над... Да, что висит над кроватью? Какая картина, портрет? Потому что я на кровати не сплю. Я сплю на полу. Серьезно? Да, это такие спартанские условия. Я сплю на полу, и ничего у меня не висит нигде. Вот. Потому что такой... Я сплю недостаточно спокойно так на ровном месте. Потому что я ложюсь вот так, просыпаюсь как-нибудь вот так. По всему полу катаешься. Вот. Так что мне нравится, когда много места. И потом ничего не мешает. Какие странности еще у тебя в поведении, в быту? Какие могут быть странности еще? Например? Ну, не знаю, какие-нибудь странные увлечения после концертов. Нет, увлечений. То, что касается, скажем, спиртных напитков и наркотиков, это отметается сразу и напрочь. Я не занимался этим, не употреблял и не собираюсь. Ни то, ни другое. Вот. То, что касается увлечений вообще, таких, если есть свободное время, нравится спорт. Ну, например, почитать желтую прессу или серьезную книгу? Нет. Я люблю Гарри Поттера сейчас. Ой, я тоже сегодня начала читать Гарри Поттера. Так что пресса я не читаю в принципе, потому что мне неинтересно. Я играю в компьютерные игры. То есть я иногда ломаю сайты. Ну, есть такая, значит, фишка. Начинающий хакер. Ну, я бы не сказал, что начинающий. Не начинающих уже всех посадили. Нет, ну я не глобальный хакер. Я не ломаю какие-нибудь Пентагоны и так далее, военные базы. Мне это не нужно. Просто если вдруг где-то там что-то, слово за слово, ну и так далее. Но это бывает очень редко, потому что времени на это практически нет. Ну, если дома, да, дома играю в компьютерные игры с кем-то по сети. В какую-нибудь гейманную силу, если хорош. А спорт какой? А спорт у меня достаточно активный. Хоккей-то на льду, хоккей с шайбой, не с мячом. И горные лыжи. Это экстремальный вид спорта. Ну да. Адреналин добавляет. Ну, я сейчас хромаю. Мне в Оренбурге довелось поиграть в хоккей, так как там построили новый дворец спорта. Газпром и Валентина Николаевна, директор школы-интерната, организовала мероприятие для детишек. Ну, а я с ребятами там тоже поиграл. Ну, так ничего, ногу подвернул, вот. Уже заживает. Слава Богу. Ну, я так понимаю, как горные лыжи будоражат кровь, так и, наверное, выступления, концерты. Нет, это немножко иначе. Я не совмещаю, как бы, вернее, не надо путать работу и отдых, потому что это абсолютно разные вещи. Работа – это святое. Ты должен выходить, полтора часа работать так, чтобы люди уходили довольные. И не говорили о том, что вот, типа, приехали, а-а-а, бла-бла-бла. Но вот раньше «Ласковый май» грешил тем, что часто в упитом состоянии выступали ребята. Я не знаю. То, что касается меня, я не пил и не пью. И я никогда не выходил на сцену пьяным, потому что это прежде всего неуважение к зрителю. А потом, какую культуру в таком случае ты несешь? Если ты действительно занимаешься шоу-бизнесом, и на тебя ходят детишки, которые смотрят на тебя, как на идеалы, и пытаются все повторить, что делаешь ты, создать какой-то такой образ для себя в вещах, в каких-то предметах, то, что есть, например, у меня, или те же книжки даже, но элементарно. И выходя на сцену пьяным, и что? Вот вырастает такое поколение. Юра, у меня несколько некорректный вопрос. Сколько детей у Юрия Шатунова по всей стране? Предположительно. Я разочарую вас. Нет ни единого. Ни одного. Потому что то, что касается моей личной жизни, на гастролях я ее не практикую ни с кем посторонним. И не собираюсь, потому что это моя личная жизнь. То, что касается моей подружки, да, есть. Да, любимая женщина появилась за эти годы. Почему появилась? Она всегда была. Одна и та же? Да. Все эти годы? Она и есть. Так что у меня все прекрасно. Может быть, песни в будущем будут веселей, радужней? Или ты грустный такой лирик? Может быть, и будут. Хотя я сомневаюсь. Потому что грустных, радостных песен на самом деле много. Очень много. То, что крутится сейчас на радио, на телевидении, они все достаточно... Сейчас они какие-то бездумные. Но они веселые. Потому что если ты делаешь быструю песню, ее нельзя сделать душесчипательной. Потому что она быстрая уже, да, изначально. Но все-таки стараемся даже из медленных песен иногда делать ремиксы, чтобы они были душевные, но быстрые. То есть, такие достаточно танцевальные, скажем так. Юра, я хочу пожелать успехов новому альбому, который выпущен. В который, я так понимаю, вошли и новые песни, и ремиксы прежних хитов. Нет, это не ремиксы. Это ремейки. Ремейки. Потому что ремиксы – это все-таки переделанная песня совсем. А ремейк – это восстановленная старая в новом звучании. Абсолютно все то же. Только перепета заново и в новом звучании. То есть, соответственно, времени. Потому что сейчас уже качество музыки изменилось. Аранжировки совсем другие. Да, и аранжировки, и подход уже к работе совсем другой. Только и всего. И новых песен много, и старых, и всяко разных. Ну, я желаю, чтобы любви поклонников было все больше и больше с каждым годом. Спасибо большое, что приехали в Томск, что пришли ко мне на передачу. Да нет, спасибо большое тем, кто пожелал нас увидеть здесь. Потому что мы так просто сюда бы не приехали никогда, наверное. Это все, опять-таки, благодаря людям. Благодаря людям, тем, которые хотят видеть это. Хотят слышать. И просто посмотреть, может быть, что же стало через 15 лет с тем мальчишкой, который был когда-то вот таким вот. Такой же и остался практически мальчишка. Вот такая вот ситуация. С таким же огоньком в глазах. И вот с этим же огоньком в глазах, Юр, пожелай, пожалуйста, что-нибудь своим поклонникам старым, новым. Ну, хорошо, да. Для семейных людей, у тех, у кого есть семья уже, это касается поклонников, и не только их, всех. Конечно же, крепкой семьи, здоровых ребятишек и всего самого доброго. А то, что касается молодого поколения, там, от 8 и до 13, самое главное, наверное, но это даже не пожелание, а такое напутствие в жизни, не принимайте наркотиков и не принимайте спиртного по возможности. Потому что это ни к чему хорошему не приводит, и перспективу в жизни это никакой не даст. Самое главное, наверное, вот, самое главное пожелание – это найти себя в жизни, чтобы стремиться к чему-то, чтобы достичь это. Какой-то идеал, может быть, получить для себя в конечном итоге. Вот это самое главное. А больше что я могу пожелать? Любви и счастья. Всем, и маленьким, и большим. Спасибо большое тебе тоже любви, не только поклонников, но и чтобы любовь твоей любимой девушки никогда не иссякала. Ну, я уж постараюсь. Это был Юрий Шатунов. Ну что ж, слушайте лирические песни, они размягчают душу. Увидимся! Субтитры создавал DimaTorzok